Утро доброе! Утро понедельника на пятом канале. В студии работают Кирилл и Лариса. Здравствуйте! Утро понедельника мы постараемся сделать интересным и познавательным. Главная задача на сегодняшнее утро, я считаю, именно такая. Мне понедельники всегда давались тяжело, невесело, поэтому наша с тобой святая обязанность делать для наших телезрителей утро понедельника интересным. Я с тобой соглашусь, у меня тоже понедельник. Чаще всего день не очень простой, потому что это связано с выходными днями. То есть есть даже такое исследование, что понедельник день действительно тяжелый. Почему? Потому что после выходных. Но мы не хотим вам сейчас настраивать вас на то, что понедельник день тяжелый. На самом деле просто нужно проснуться правильно, сделать зарядку. Правильно. И настроить себя на хороший продуктивный день. Правильно. Далее зарядка. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы рано утром специально для вас проводим разминочку. Просыпайтесь, будьте бодрее, продуктивного, хорошего вам дня. Мы начинаем. Отлично. Наше первое упражнение мы делаем с вами приседания. Поставили ноги на ширине плеч и начинаем делать плавные приседания. Отлично. Мы начинаем с восьми раз. Обращаем внимание, чтобы наши колени не заходили за стопы. Прекрасно. Еще. Пробуем садиться ниже. Еще четыре. И три. И два. Последний раз. Хорошо. Теперь мы добавляем немного усложнения. Мы делаем с вами присед. И соединяем локоть с коленом. Приготовились. И восемь. И семь. Хорошо. Не торопимся. Делаем плавно. Отлично. Еще. Держим ровные спины. Хорошо. Последний раз. И меняем ногу. Повторяем то же самое. Восемь. И семь. И шесть. И пять. И четыре. И три. И два. Последний раз. Хорошо. И впереди у нас усложнение. Мы с вами чередуем правую и левую ногу. И восемь. И семь. И шесть. Шесть. Отлично. Поднимаем колено выше. Хорошо. И четыре. Три. Два. И последний раз. Молодцы. Прекрасно. Мы закончили. И далее. Далее продолжаем. Мы должны разомыть сегодня плечи. Ноги поставили на ширине плеч. Спина ровная. Чуть-чуть наклонились вперед. Ручки чуть-чуть согнули. И работаем, получается, вбок. До уровня плеча. Хорошо. Работаем. Ага. Отлично. Чувствую мышцы плеча. Как они разогреваются. Угу. Не-не-не. Так не надо. Это не по технике. Да. Отлично. Работаем. Хорошо. Еще. Отлично. Отлично. И раз. Закончили. Отлично. Вы большие молодцы. Мы поздравляем вас с наступлением этого дня. Вы сделали шикарную разбинку. Всем отличного настроения. И удачи. Всем молодцы. Продуктивного дня. Всем пока. Лара. Знаешь ли ты, что сегодня праздник день воспаленного воображения? Я не понимаю, что это такое. То есть о празднике ты не слышала? Воспаленное воображение? Вот давай немножечко поговорим об этом. Давай. Что в твоем понятии воспаленное воображение? То есть воображение ты понимаешь, что такое. А воспаленное? Не могу понять. Ну вот твои варианты. Для меня слово воспаление, это вообще страшное слово. Потому что оно связано как-то с воспалением чего-то. Признаюсь честно, услышав об этом празднике, я его взял, чтобы сегодня сообщить об этом, порассуждать, но ничего не читал. То есть вот тоже хочется сделать какие-то свои выводы. Что значит воспаленное воображение? На мой взгляд, это, наверное, такое очень резкое, без всяких каких-то думок. То есть человек с воспаленным воображением, который, наверное, воспринимает все очень близко, все очень рисует в своей голове. Вот, наверное, это так выглядит. Возможно. Но у тебя какое мнение, если ты об этом говоришь? Вот я, наверное, думаю, что у меня воображение немножечко тоже воспаленное. То есть все, что я прочитал, все, что я услышал, увидел, я всегда начинаю воображать. Я начинаю думать, как бы я это мог сделать на сцене. Или если бы я снимал клип, то как бы я это сделал. То есть мне кажется, у меня в какой-то степени воспаленное воображение. В какой-то степени. Это нормально, наверное, для артистов. Ну, мы в принципе тоже здесь, люди сидим, ты тоже творческий, ты тоже творческий человек, да? Потому что вести передачу, разбираться в передаче, это тоже творчество. Мне кажется, что ты тоже относишься к списку воспаленных людей с воспаленным воображением. И к чему мы это все? К тому, что сегодня просто праздник воспаленного воображения. Каждый, кто умеет и любит готовить, имеет свой фирменный рецепт на то или иное блюдо. Сегодня в нашей программе повара банного комплекса «Парим-жарим» поделятся с вами рецептом приготовления фирменных колбасок на гриле. Готовим вместе с «Парим-жарим» далее в нашей программе. Поддаем огня. Как выжить ведущую из кадра? Как регулировать жар в мангале? Как это вообще делать? При помощи апахала и соли. Апахала и соли? Мне так нравится эта дощечка. Она прикольная. Сюда соусок выкладывают. Посмотрите, как виртуозно быстро Илья режет лучок. Оп! Вуаля! Блин, как это вкусно! Конечно, меня покормили. Доброе утро, Караганда! А мы на свежем воздухе. Сегодня готовим, потому что мы в гостях упарим-жарим. И сегодня рядом со мной шеф-повар Илья. Я вас всех приветствую. Так, сегодня мы с Ильей будем готовить, естественно, мясные штучки. Почему? Потому что говорят, что лучше всего мужчины готовят именно мясо. Поэтому только мужчины жарят шашлыки. Вот. Но мы сейчас не про шашлык. У нас сегодня колбасочки фирменные, колбасочки отпарим-жарим. Будем сегодня жарить их на гриле, приготовим небольшой соусок и будем сервировать стол. Прекрасно. Достаточно блюдо легкое, вкусное, летнее, на пикник. Самое то. Сначала мы приготовим соус. Да, начнем, наверное, с соуса. Нам для этого понадобится сметанка, горчичка, небольшая долечка лайма, соль, перец. Ну и, соответственно, чашечка. Так, Илья, вы меня подключаете. Говорите, если нужна будет помощь. Если нет, я и так встаю. Сейчас мы быстренько замешаем все ингредиенты. Соус – это штука легкая. Этот соус создан для того, чтобы его можно было делать максимально быстро, особенно в условиях пикника. Заливаем небольшим количеством сока лайма, добавляем немножечко горчички. Старайтесь не перебарщивать, чтобы не было слишком остро. Илья, небольшой совет. Ребят, когда готовишь соус, ведь готовишь на разные порции, как угадать пропорциями в соусе? Лучше изначально, конечно, руководствоваться рецептами, но в дальнейшем это все будет уже выработано на глаз. Вымешиваем это все до однородной массы и оставляем ненадолго настаиваться, чтобы горчица полностью разошлась, соль разошлась, а также перец и сахар. То есть ему фактически нужно друг в друге раствориться? Да. Это одна из вариаций горчичного соуса, который подходит к колбаскам. Колбаски у нас, как известно, это немецко-польское блюдо, поэтому мы будем использовать горчичку. Что, приступим, наверное, к обжарке колбасок? Колбаски мы жарим просто на гриле, нам их не нужно смазывать. Да, ничем не нужно смазывать, ничем поливать, просто кладем на гриль и обжариваем со всех сторон до готовности. Где можно взять такие колбаски? Их можно купить у нас. В парень жарим. Прекрасно. Из чего они мы можем? Конкретно эти колбаски из говядины, но также у нас есть колбаски из конины, колбаски из баранины, колбаски из курицы. Сегодня у нас говядина в меню. Ну что, отправляем их готовиться на гриль. Давайте, приступим. Все, поехали. Потихонечку закладываем и немножечко поддаем огня. Как выжить ведущую из кадра? Вот, пожалуйста, выжигают меня конкуренты. Легко и просто обращайтесь. Мастер-классы на любой вкус. Хейтер на заметку. Да. Что со мной делать? Выжигать. По-другому никак. Как в ведьму. Так. У меня вопрос. Колбаски мы не прижимаем. Не прижимаем для того, чтобы не порвалось в случае чего плева, в которую они обернуты. Поэтому они на свободном гриле. То есть мы их будем переворачивать щипцами. И поддавать температуру тогда, когда нам это нужно. Я еще никогда не жарила колбаски на гриле. Я вижу, как на меня смотрит шеф-повар. Как бы уже давай переворачивай, хватит болтать. Но работа у меня такая, разговаривать, люди. Чтобы интересно вам было. Ух ты, это такой увлекательный процесс. Так, переворачиваем. Нежно, ласково любя. Красота. Они уже прям подрумянились. Как регулировать жар в мангале? Как это вообще делать? При помощи опахала и соли. Опахала и соли? Да, опахала разгоняет воздух. А соль блокирует огонь. Поэтому, когда нам нужно поддать жару, мы начинаем махать и взбивать пепел. Когда у нас угли начинают гореть, мы просто посыпаем их солью, чтобы лишний раз водичкой не поливать. Прекрасно. Как долго необходимо таким сосисочкам жариться на гриле? В зависимости от огня. Но сейчас нам минут 10, наверное, будет достаточно. Прекрасно. Ну, в принципе, все. Наши сосисочки готовы. Нам остается только подготовить подгарнировочку и сервировать тарелочку. Я пошла. Далеко? Надолго? Чтобы ощутить этот аромат, вам просто необходимо приехать в парим-жарим и попробовать. Это нужно попробовать. Это, ох, как сейчас нам будет вкусно. Это просто не передать. Так, для чего нам лаваш? Лавашик мы выложим на досточку. Прекрасно. Вот на вот эту красивую досточку топор. Мне так нравится эта дощечка. Она прикольная. Сюда соусок выкладывают. Так. На топорик. Выкладываем лавашик на топорик. Выкладываем наши колбасочки. Очень быстро, виртуозно Илья выкладывает все. Я даже не успеваю комментировать. Немножечко капусточку. Так. Очень быстренько. Очень быстренько. Как быстро готовить капусту? Лук нужен? Нам нужен лук, но красный. Вот он у нас. Мы его нашли. Давайте. Все, быстренько нарежем лучок. Посмотрите, как виртуозно быстро Илья режет лучок. Оп. Вуаля. Все, закидываем в капусточку. Берем немножечко соли. Так, капусточка у нас слабосоленая. Она слабосоленая. Мы подсаливаем только лучок сам. Хорошо. Немного сахара. И руками будем перемешивать? Конечно. Давайте все это руками. Маслица. И чуть-чуть маслица. Все. И это дело перемешиваем. Угу. Прекрасно. Это даже уже звучит вкусно. Слышно, да, как я сглатываю слюну? Выложим немного зелени для всего этого. Мы как будто сейчас понесем это кому-то за стол. Немного петрушки, немного укропа. Все, что вы любите, без разницы. Любую зелень. Можно кинзу. Можно кудрявую петрушку. Без разницы. Листы салата. Можно прямую петрушку. Можно кудрявую петрушку. Да. И соус. Я вас, наверное, попрошу сходить за соусничкой. Пошла. Конечно. Для чего я тут еще? Вот она, соусничка. Благодарю. Выкладываем наш горчичный соус. Колбаски собственного приготовления. Парим, жарим. Соус собственного приготовления. Шеф-повара парим, жарим. Капусточка. Мы сейчас с тобой будем пробовать. Мы сейчас с тобой будем пробовать. Пробуем. Да, обязательно. Ура, ура. Щипчики. Да, щипчики. Смотрите, я сейчас буду по-своему. Так. Чик-чик-чик. Никогда в жизни не ела колбаску с щипчиков. Соус макаем. Я сейчас, кажется, что ты неправильно сказала. Это нужно, прям этим нужно наслаждаться моментом. Ммм. Дайте мне вилку, я буду пробовать капусту. Да руками. Капуста обычно руками не едят. Мы же для себя. Чтобы вам не было грустно от того, что мы здесь едим такую вкуснятину, а вы по ту сторону экрана, пока не закончилось лето, приезжайте сюда в гости. Парим, жарим. Обещаю, что к следующей программе мы подготовим для вас еще что-то более вкуснейшее. Поэтому обязательно ждите, не пропустите и оставляйте под этим видео свои комментарии, что бы вы хотели еще увидеть в нашем меню, что бы вы хотели, что бы мы приготовили. Илья с удовольствием для вас все приготовит, да, Илья? Да, обязательно. Вот. Ну а мы прощаемся с вами на этой ноте. Нам приятного аппетита, вам хорошего дня. И до скорой встречи. Мы молодцы, что ты скажешь. Ну. Блин, какая-то вкусная. Конечно, меня покормили. Далее в нашей программе «Гороскоп». Послушаем звезды. У овнов сегодня преобладает влияние позитивных тенденций. Можно достичь успеха во всех делах. Скорее всего, они будут незначительными, но все же позволят сделать какие-то приятные покупки. В этот день лучше приобретать вещи, подходящие для повседневного использования. Благоприятный день для общения у тельцов. Вы хорошо понимаете других людей, легко догадываетесь об их желаниях и планах. Не исключено начало плодотворного сотрудничества, благодаря которому вы сможете достичь поставленных целей. Близнецы сегодня будут ладить с окружающими хорошо. Это подходящий день для деловых переговоров, встреч с потенциальными работодателями и партнерами. Вы на всех произведете хорошее впечатление, продемонстрируете профессионализм и быстро завоюете уважение. Удачный день сегодня у раков. У вас многое получается хорошо. Будет шанс достичь давно поставленных целей, а заодно научиться тому, что вскоре пригодится. Возможно, вам придется скорректировать планы, отложить какие-то дела. Относитесь к этому максимально спокойно. Вы все равно получите то, к чему стремитесь. Благоприятный день у Львов. Он хорошо подходит для того, чтобы сосредоточиться на каких-то важных делах, в том числе требующих участия других людей. Вы легко найдете союзников и помощников. Не исключено, что общие цели объединят вас надолго. Удачно будет складываться день у Дев. Будет шанс побывать на каких-то интересных мероприятиях, пообщаться с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Не стесняйтесь рассказывать о том, что знаете и умеете. Это не будет воспринято как хвастовство. Первая половина дня у Весов благоприятна для общения. В это время вы сможете найти подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. Будет шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы в последние дни много ссорились. Скорпионам стоит максимально эффективно использовать первую половину дня. Это время может быть очень плодотворным и обидно было бы потратить его напрасно. Не исключены денежные поступления. Они едва ли окажутся значительными, но вы правильно распорядитесь полученной суммой. Стрельцы, чтобы вы не планировали на этот день, старайтесь рассчитывать только на собственные силы. Едва ли сегодня удастся получить от кого-то помощь, а если это все же произойдет, вряд ли вы будете довольны результатом. Прекрасный день ждет козерогов. Благоприятный и насыщенный. Он отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Вы наверняка найдете людей, которые встанут на вашу сторону, захотят вам помочь. Лучше не рисковать сегодня водолеем. Этот день может сложиться неплохо, но лишь в том случае, если вы будете осторожны. Не станете ставить на карту слишком многое. Торопиться тоже нежелательно. Прежде чем принять какое-либо решение, тщательно изучите ситуацию. Удачный день у рыб может повести в делах. Не исключено благоприятное стечение обстоятельств, которые позволят добиться даже большего, чем вы ожидали. Вероятно, удачные покупки и сделки. Не исключены и денежные поступления. Вы стараетесь не рисковать там, где дело касается финансов. Далее у нас в программе немного полезных фактов из истории нашей области. Хронограф от Рушана Бараева. 1956 год. В Караганде выступил известный исполнитель лирических песен, лауреат Сталинской премии Александр Вертинский. Трудящиеся шахтерского города с большим удовольствием посетили концерты известного артиста. Август 1961 года. На проспекте Сталина открылся кооперативный магазин. Это первый в Караганде универсальный магазин по продаже сельскохозяйственных продуктов. Благодаря находящимся в подвалах холодильным камерам, здесь имеется 10-дневный запас продуктов. Персонал магазина состоит из 12 продавцов и 5 латошниц. 1976 год. На Карагандинском пивзаводе прошел республиканский конкурс на лучшего варщика пива. Проведение конкурса в шахтерской столице не случайно. Карагандинский пивзавод – крупное и передовое предприятие Советского Союза. Пиву шахтерское присвоен государственный знак качества. Первое место на конкурсе завоевала ветеран труда, лучший варщик страны карагандинка Мария Васильевна Денисова. На втором и третьем местах – пивовары из Алматы и Гурьева. В августе 1989 года в Караганде завершился первый всесоюзный турнир по спортивному карате. Три дня сотни поклонников восточных единоборств заполняли трибуны Дворца спорта имени Нуркена Абдирова. В активе карагандинцев три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала поднялись карагандинцы Сапаров, Лутошкин и Ешкин. В августе 1993 года в Караганде начались торжества, посвященные 325-летию Бухар-Жирау. На привокзальной площади состоялось открытие памятника великому казахскому поэту, мыслителю и гуманисту. Вокзал – это своеобразные ворота города. Каждого входящего в него теперь будет встречать высокая фигура спокойного и мудрого человека. Автором памятника стал молодой скульптор Мурат Мансуров. Далее у нас в программе афиша. Посмотрим, какие культурные события ждут горожан на этой неделе. 18 августа во Дворце культуры горняков покажут мюзикл в двух действиях – в джазе только девушки. 19 августа Академический театр музыкальной комедии представит музыкальную сказку театра студии ростовых кукол «Винни-Пух и его друзья». Во Дворце культуры горняков 19 августа покажут оперету в двух действиях – принцесса цирка. Академический театр музыкальной комедии 19 августа на суд зрителя представит интерактивную сказку для малышей «Наливное яблочко». 20 августа Академический театр музыкальной комедии покажет музыкальную сказку театра студии ростовых кукол «Отряд Тяф-Тяф». 20 августа Академический театр музыкальной комедии представит интерактивную сказку для малышей «Медвежонок-умняшка». Во Дворце культуры горняков 20 августа покажут мюзикл в двух действиях – «Моя прекрасная леди». Саундтреки из лучших мультфильмов представят во Дворце культуры горняков 22 августа. Карагандинский областной музей изобразительного искусства до 27 августа приглашает на выставку «Натворим». 24 августа в центре бокса имени Серика Сапиева состоится концерт группы «Каспийский груз». Ну что, Ларис, по стандарту хочется поговорить о милых и смешных перед самой нашей рубрикой-то, милой и интересной. Есть ли у тебя какие-нибудь интересные факты, истории? У меня есть одна интересная мысль, но она грустная. Да, сейчас некоторые кошки начали болеть. Кстати, да. Ты слышал про это? Да. Ну вот эта тема интересная, я думаю, что в ней нужно разобраться. Называют это все каким-то кошачьим коронавирусом, да, вот оно уже началось довольно-таки давно, и до сих пор отголосками слышится, что там кошка заболела, и там, и там, и там. Непонятно, с чем это связано. То есть, если у людей это как-то воздушно-капельным путем передается, то как это у кошек? Скорее всего, мы, хозяева, приносим это с улицы домой? Возможно. Поэтому существуют некоторые рекомендации, правда, я их еще не знаю, но мы это подготовим для наших телезрителей. Подготовим обязательно и дадим более развернутый тогда ответ, потому что действительно была затронута очень интересная тема, и она была затронута здесь и сейчас. То есть мы, как и всегда, говорим здесь и сейчас, и очень важная тема затронута в плане кошачьего коронавируса. Но далее не о грустном, далее о милом и смешном. Далее рубрика «Милы и смешны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, наш выпуск подходит к логическому завершению, и я совсем забыл сказать. Лара, сегодня день рождения у мессенджера Телеграм, представляешь? Ну я не знала. Ну вот, теперь знаю. Хороший мессенджер. Его сейчас очень многие, кстати, развивают. Да, вот я хочу поговорить с тобой немножечко. То есть, WhatsApp – это классно, это удобно, это практично, то есть, множество рабочих групп и прочее, прочее именно в WhatsApp. Ну вот, чем тебя привлекает Телеграм? Ну потому что это канал для тех предприятий, бизнеса, которые его ведут на периодической основе. То есть, если Инстаграм, например, недоступен где-нибудь в другой стране, то Телеграм доступен. И очень много там интересной информации можно получить. Вот знаешь, честно сказать, для меня Телеграм – это… у меня там очень много подписок на какие-то культурные сайты, там, новости в мире книг, кино, театр, какие-то статьи научные. То есть, Телеграм – это вот прям такая… в какой-то степени тоже есть и ненужные сайты, ненужные каналы, но можно найти много полезного. То есть, там, поедем вместе на море, там, скидывают путевки, горячие, негорячие. То есть, Телеграм – классная вещь. И самое главное, что мне нравится в Телеграме, так это качество фотографии. Если отправить файлами, не теряется качество. То есть, WhatsApp он все-таки съедает. Поэтому мы поздравляем мессенджер Телеграм с днем рождения. Все-таки спасибо тому, кто его сделал. Классный мессенджер, которым пользоваться удобно. Но нам также нужно завершать выпуск, потому что логическое его время подошло к концу. Мы можем говорить долго с Ларой, много, мы это знаем, но надо прощаться. Есть ли тебе что сказать? Первый рабочий день, пусть у вас будет продуктивным. И до завтра. До завтра. Напоминаем, мы есть в Инстаграме, мы есть на Ютубе. Следите за нами везде. Нам будет приятно, а вам будет интересно. Пока-пока. Вот, ну бог с ним. Очень много у меня групп в Телеграме. Просто безумно. Вот, я только хотел сказать. Да. Так же. Спасибо. Знаю. Спасибо. Спасибо. А Ore fra. Угражаем.